В церковном старообрядческом комплексе с самого утра очень оживленно. Сейчас строители занимаются благоустройством территории, выкладывают тротуары и пешеходные зоны. Завершить работу планируется к концу августа. Вообще, готовиться к самому значимому празднику – 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума начали с 2016 года. Тогда инициатива поморской общины была поддержана на уровне администрации президента. И у нас уже с 2016 года уже здесь установили двухперстный знак, который в Пустосерске находится. Дальше установили крест, пострадавшую за православную веру. Ну и далее было предусмотрено установить барельеф. Барельеф протопопа Аввакума был выполнен заслуженным художником России архиллагородцем Сергеем Сюхиным. Его установят после благоустройства территории. И после этого мы будем делать вот на той площадке, которая с вами сейчас стоим, будет делаться и дистал, примерно на полметра выше от дороги, на котором будет уже установлен непосредственно сам барельеф с основанием из гранитного камня. Это основание прямоугольное, высотой примерно полметра, длиной порядка метр-метр двадцать. Шириной тоже около метра. Это огромный гранитный камень, его основание, которое будет установлено на бетонную подушку на этом постаменте. После чего уже на него будет крепиться сам барельеф. По словам настоятеля Старообрядческой поморской общины в Наринмаре Александра Липунова, памятник станет не только достоянием староверов, но и всего округа. Памятник поставим, так надо за ним ухаживать. А здесь мы постоянно будем следить за ним. И он будет работать. Независимо от веры в исповедание, любые могут подойти, постоять, посмотреть. Тем более у нас музей рядом. В будущем на территории Старообрядческой церкви планируется оборудовать макет осыпной ямы, в которой мятежного вакуума держали в Пустозерске. В земляной тюрьме он провел около 15 лет. Сейчас работа в церковном комплексе идет полным ходом. Причем облагораживает не только территорию, но и внутреннее убранство обители. Ведь совсем скоро она встретит долгожданных гостей из разных уголков страны. Старообрядцы, настоятели, деятели культуры, представители из разных стран. Среди них доценты, профессора, ученые. Все они станут свидетелями открытия памятника и участниками Всероссийской научно-практической конференции «Пустозерская проза про топопа вакуума. Мировое духовное и культурное наследие». Она пройдет 5 сентября. В рамках празднования также состоится крестный ход по маршруту на Ренмарк-Пустозерск. Желание приехать на землю, окропленную кровью выдающегося старообрядца, выразили паломники со всего мира, включая Латинскую Америку и Австралию. А это значит, исчезнувший город Пустозерск оживет к 400-летию протопопа вакуума.